Книжная ярмарка Это всегда так здорово, когда они начинают появляться Когда после эскизов видишь рисунки, ты знаешь, что ждешь А тут, когда твоя книга начинает оживать в голове другого человека Который был один из первых, кто прочитал рукописи Я поняла, что это самый мой любимый момент Также сейчас ее смотрит редактор Меня еще не вернули рукопись после редактуры Я не знаю, сколько это займет времени Но я очень надеюсь, что к июню она выйдет И вот там будет Москва В основном место действия книги Там будет намного больше той стороны, второй стороны То есть там глава с нашей стороны, глава с той стороны происходит Я постаралась прямо дать дань 90-м И мне очень понравилась эта работа Дать дань городу То есть я ходила, смотрела, гуляла по городу Чтобы события были связаны со зданиями, которые я вплетала там в сюжет Ну и так как я с самого начала не случайно взяла именно 93-й год А не какой-то другой из 90-х То, что я знала, что вторая часть у меня будет в Москве Заканчивается Она, конечно, октябрем 93-го года Ну, можно тут предугадать даже особо не спойлеры Что события, которые закрутили мои герои С той стороны, с нашей стороны Как эхо вызывают обстрел Белого дома Который вот случился в октябре 93-го года То есть у меня изначально была задумка Связать финал своей книги вот с этими реальными историческими событиями А заодно показать, что жизнь подростка настолько сконцентрирована на его собственных переживаниях На его дружбе, школе, на том, что происходит у него в жизни Что вот то, что происходит вокруг него, в стране, он практически не замечает И это практически не влияет на его состояние, настроение Счастлив он, несчастлив То есть у меня девочки там живут и варятся в своем мире И они даже не замечают, что вокруг происходит Просто для них почему-то пускают вдруг в какой-то момент балет по телевизору Они даже не понимают этого Они даже этого не замечают Что абсолютнейшая правда Потому что мне в 93-м году было 12 лет И это все прошло мимо меня, потому что я жила своей жизнью Ну то есть я знала, да, что где-то там стреляют Какие-то беспорядки около Белого дома Но так мы даже не ездили туда, в этот район, естественно Родители меня не пускали Я даже вспоминала, потом и опрашивала Даже школы не прорывали свою работу Мы также ходили в школу То есть наша жизнь была такой же обыденной Мы просто где-то слышали, что где-то что-то происходит А в этом же городе происходил, по сути, переворот Ну попытка переворота И это, конечно, уже потом, постфактум, во взрослом возрасте Меня очень сильно поразило И когда я думала над этим Я думала, что это, в принципе, правильно Что ребенок, подросток, он из него настолько бьет эта жизнь Он настолько нов сам для себя Что ему, конечно, вот это вот все является все равно Какой-то подпоркой для его счастья То есть не во что было одеваться Ну и что? Давали там гуманитарную помощь нам Эту американскую в виде ветчины Потому что считалось, что в магазинах действительно В какой-то момент ничего не было Ну и что мы вспоминали Там вкусная ветчина То есть мы не чувствовали себя какими-то Сирыми, убогими, бедными, нищими, голыми И у нас не было ни комплексов Ни какое-то чувство обделенности из-за этого У нас была наша нормальная, счастливая, подростковая жизнь Наши влюбленности, наши увлечения Которые были, конечно, намного важнее Того, есть ли ветчина у нас в холодильниках или нет То есть это все больше по-взрослым, конечно, бьет Чем по детям Вот Это одна из идей моей книги Она, естественно, не в прямую Я нигде про это не пишу Но я надеюсь, что она будет чувствоваться Вот Мы находимся в совхозе имени Ленина Что вы можете сказать об этом месте? Мне очень нравится, что вот об этом совхозе Как бы, ну, ну, то есть он на слуху И я когда вот к вам приехала Я вот сейчас поняла, что вы живете Ну, если не коммуны, то есть у вас есть вот это свое общество Вы друг про друга знаете Это, конечно, очень здорово Но вот про сам совхоз я о Кате уже говорила Не знаю, я слышала благодаря клубнике Вот И у нас Мы по этой трассе ездим на дачу У нас вот эти вот ларьки в виде клубничек То есть ассоциируются именно с совхозом И мы покупаем клубнику каждый июнь здесь Знаем, что она вкусная То есть для меня первая ассоциация — это клубника Конечно, я теперь понимаю, что у вас тут намного больше всего интересного Даже вот этот контактный зоопарк Очень все интересно Можно приехать и с детьми, и отдохнуть И это очень приятно Очень приятно, что у вас такой магазин книжный И что вы пытаетесь это все развивать И что вам не все равно Что вы пытаетесь, чтобы люди читали Не бросали Я просто помню Тоже вот одна из книг, которая мне нравилась Ну, как в детстве, в подростком уже возрасте Это были дневники Адриана Моула Мы их читали Я заканчивала спецшколу английскую Мы их читали и в оригинале, и в переводе И он там в какой-то... Ну, это дневниковая как бы запись И подростка прощала его Тоже весь он в своих комплексах Там мама развелась Вышла замуж за нового мужчину Вот эти все его переживания Достаточно смешно описаны Он живет в Лондоне В какой-то момент он приезжает в Москву Я уже не помню по обмену, что ли, они ездили И он говорит И у него самое большое впечатление о Москве Что там в метро, говорит, все читают Он пишет Тут все читают в метро Типа я никогда не видела Ну, столько читающих людей С книжками И он прямо там, я помню, описывая Я прямо сама запомнила вот эту сцену Она прямо описывает Кто с чем сидит С какими там этими тамудами И мне тогда так было, это приятно Вот Конечно, хотелось бы, чтобы не бросали люди читать Чтобы дети читали Я понимаю, что это сейчас очень сложно Большая конкуренция И у детей очень мало свободного времени Я вот даже читала исследования психологов Что это тоже вредно Мы сейчас так строим их время, их расписание Чтобы у них ничего свободного не оставалось И даже когда вроде бы отпуск или свободное время Тот же день рождения Мы все за них планируем сейчас Аниматоры туда-сюда съездить Вот сейчас будет через 15 минут торт А вот здесь вас будут развлекать И они настолько привыкают Что их действительно всегда и все развлекают И там, давай телевидение, развлекай меня То есть эта позиция, они в этом не виноваты Они как бы так родились И они растут в этом мире У них нету пустого, скучного времени Просто полежать на диване Посмотреть в потолок А это, я сейчас боюсь наврать Но это плохо для мозга То есть не развиваются какие-то зоны в мозгу В человеческом А как раз ответственные за фантазию И за гибкость мышления Ну потому что фантазия как раз за это отвечает Потому что если вот ребенка оставить на диване полежать Он же, конечно, уткнется в телефон или в айпад Он не будет просто, как я на даче летом лежала И просто в окно смотрела и мечтала И казалось, ну это так скучно Вот делать нечего И ты вот лежишь, скучаешь Оказывается, тебе тоже нужно Нужно время, чтобы скучать То, что у тебя вот этот мозг В это время мозг перегружается И как раз все вот эти вот длинные связи усваивает Связывает, например, несвязанные события Что как бы как раз тоже об ластычности мышления говорит То есть вот Тоже там, не знаю Войну в соседней стране И то, какие вкусные в этом году Огурцы получились В парнике у бабушки То есть все вот эти вот ощущения Чтобы человек мог связать Ему нужно свободное время для этого А у наших детей сейчас его очень-очень мало И они сами не привыкли его Сами с собой проводить Они сейчас не гуляют сами по себе одни То есть я вот помню Я брала поводок И шла со своей собакой гулять по району То есть я могла там полчаса вечером, час гулять И я была вообще одна Ну то есть я ни с кем в этот момент не общалась Качалась на качелях Тоже что-то там думала про себя, придумывала Вот у меня сейчас у детей нет такого времени в дне Чтобы они могли походить где-то одни Мы же их не отпускаем одних никуда То есть время настолько поменялось Конечно, возможно, им намного сложнее Осваивать книги, чем даже нам было Им, конечно, надо в этом смысле помогать Но ни в коем случае не давить Потому что это обратный эффект сразу Как вы думаете, поменялось время Или поменялись, может быть, больше взрослые Потому что раньше взрослыми были наши родители А теперь взрослые мы Ну, конечно, и то, и то поменялось И время поменялось Сейчас вот сложно представить Чтобы семилетнего, восьмилетнего ребенка Куда-то отпустить одного Не знаю, практически никто так не делает А мы-то гуляли с самого детства Сами во дворе Ну, конечно, мама выглянет там, что мы на месте Всегда мы на виду были Но мы же сами гуляли Никто с нами не ходил То есть весь подход к детям поменялся С одной стороны, это очень хорошо У нас сейчас есть много инструментов Тех же там, вот когнитивно-поведенческая психология Мы можем пойти сейчас изучить себе Разобраться и понять, как правильно общаться с ребенком Чтобы ему не сформировать плохих, негативных установок Наши родители думали о том, чтобы мы были в тепле Здоровые, вежливые, воспитанные А о том, как бы сохранить контакт Стать другом Просто банально не хватало времени Потому что им тоже выпало Время-то непростое В 90-е надо было выживать И времени, и внимательности Такой, как сейчас, наверное, в принципе Не было Не могли они себе это позволить А мы все-таки в большей степени сейчас можем Поэтому, конечно И все-таки они нас вырастили А мы своих детей растим То есть тут есть и преемственность какая-то И, конечно, глобальные изменения Ну и в технологии Вот моя мама тоже говорила Что, например, между тем, как росла ее бабушка Как она сама Ну, ее мама Моя бабушка, ее мама Как она сама росла В принципе, минимальные отличия в детстве были Между тем, как росла я, когда родилась И как росла, как ее растили Тоже, в общем-то, не так много Ну, что-то там стало более современным А вот между тем уже, как росла я и как растут мои дети Просто уже пропасть Потому что такой был технологический скачок И в том же материнстве Те же подгузники одни Что, чего стоят? Поэтому все, конечно, очень сильно поменялось Тут сложно кого-то винить И говорить уж про наших детей Что вот они такие ленивые И нифига не читают Это совершенно неверно Я, например, наоборот и вижу Что они намного лучше и добрее нас, например И вот эта вот дедовщина, которая у нас была в школе У них вообще нету сейчас Ну, не знаю, может быть, нам так везет У нас вот это было, что старшие Там вздевались на младшими Это было нормально Дохода ты мелкий У них вообще Они возраста как-то не замечают Они друг другу помогают на площадке То есть не только про своих Я в принципе говорю Это про детей, как я вижу И они не торопятся расти И я считаю, что в этом тоже Есть много плюсов То есть они таки остаются нежные Мягкие Не отстраняются от родителей Ну, в меньшей степени, мне кажется Грубят Чем мы там в свое время Устанавливали свои границы Хотя, конечно, им это тоже все надо И это тоже все понятно Когда они начинают Свои там колушки втыкать Чтобы зону комфорта свою очертить Ну, в общем, они мне нравятся Пусть читают Почему люди боятся одиночества? Почему люди боятся одиночества? Мне сложно ответить на этот вопрос Потому что я не боюсь одиночества сама Мне наоборот Как человеку достаточно интровертному Не хватает одиночества Обычно в жизни Ну, то есть это в хорошей степени Смотря что мы определяем как одиночество Побыть одному Или глобальное Когда человек остается один Без семьи, без поддержки Если мы говорим про глобальное Я могу объяснить Это мне достаточно понятно Человек существо стадное Выживать элементарно Удобнее в каком-то сообществе В паре Например, в паре Легче вырастить потомство Чем одному Чисто физиологически Я думаю, что это как-то в генах заложено Может быть, даже и не в генах А где-то глубоко в психике человека Желание объединиться Желание быть похожим На собрата То есть это тоже Вот эта похожесть Она же определяет Ну, как бы близость получается И когда ты чувствуешь Что ты с кем-то близок Кому-то можешь доверять Это тебе обеспечивает чувство спокойствия А чувство спокойствия Это уже почти счастье Посоветуете что-нибудь Для начинающих авторов Мне, кстати, очень нравится Как пишут дети Потому что у них Незашоренный язык Они еще не знают Что все уже написано до нас И не боятся этого Не боятся повториться Не боятся, что потом Кто-то их в плагиате обвинит Или в заимствовании каких-то идей Совершенно искренне Они, кстати, эти идеи заимствуют Потому что любая учеба Начинается с повторения То есть это не только В текстах, в литературе работает Это работает везде И в живописи И даже вот у врачей Мы недавно разговаривали с другом Он врач То есть там же тоже это все Начинается с того, что повторяешь Чьи-то действия Поэтому моя мотивирующая речь Ничего не бойтесь Учитесь четко распознавать Свое желание Что именно вы хотите От жизни И если вы хотите писать Пишите Навык написания текстов Он как мышца Он накачивается Понятно, что Любой творческой профессии Нужна какая-то данность Нужен какой-то талант То есть на пустой Мертвой почве Ничего не вырастет Но если вы в себе Глубинно Осознанно Чувствуете желание Значит, эта данность Уже есть у вас Поэтому учитесь И читайте побольше Нельзя научиться писать Не читая Спасибо за субтитры DimaTorzok Продолжение следует...